МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Названы имена победителей областных соревнований среди сельских поселений и владельцев ЛПХ. И в Тобол выпустили стерлить. Ну и когда вырастет? Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Всего 10 с небольшим процентов полей с зерновыми и зернобобовыми культурами убрано. Значительно меньше, чем годом ранее. Это данные на начало недели. Зато урожайность 27 центнеров с гектара. Для сравнения, в 2017-м она была 25 с лишним. Тройка лидеров из года в год практически не меняется. Упоровский, Тюменский и Заводоуковский. А в Ярковском убирают зерновые и заканчивают с кормами. Пока напарник вывозит корма с поля, механизатор Сергей Антуганов проводит техобслуживание своего железного коня. В поглужий день нельзя терять ни минуты. Поломки, не поломок, можно сказать, что не было. Но просто там меняются детали. Износ деталей, их заменяешь, ножи, противорежущие. Работаем как, стараемся. Да нормально, что тяжело. Техника хорошая. Работать можно. Американский Джон Дир с белорусским боярином. В поле этот дуэт показывает отличный результат. Покупкой новых машин в хозяйстве Междуречья вполне довольны. Местительные, недорогие. В этом году агрофирма увеличила пассивные площади на 200 гектаров за счет ранее заброшенных земель. Фронт работ увеличился. А непогода сдвинула сроки уборочной на две недели. Корма заготовки с многолетних трав мы уже заканчиваем. Также мы начали уборку гороха буквально пару дней назад. Предварительная урожайность у нас составила 28 сантиметров с гектара. Это как бы неплохо, но тенденция будет к увеличению. Руководитель комплекса Плеханова с ревизией в поле. Эти корма заготавливают для его предприятия. Говорит, в июле трава была хорошая, а в августе не очень. Фаза бутонизации, которую мы должны убирать были корма, переросла в фазу цветения. В связи с этим мы сейчас убираем корма, уже, скажем так, выбравший цветок. Поэтому фаза уборки у нас задержалась. В связи с этим получается меньшее количество протеина у нас будет в основных кормах. Обедают аграрии прямо в поле, чтобы не терять драгоценного времени. Закончить в районе заготовку корма останется горох, ячмень, овес. Уборочная работа только началась. Урожайность на сегодня по оперативным сводкам составляет 20 сантиметров с гектара. Ну, это немного для нашего района, но, в принципе, неплохой урожай. В прошлом году было 25 сантиметров с гектара уже в весе после доработки. Цифры еще поменяются, уверены аграрии. Последней будет пшеница. Но она еще дозревает, пока к ее уборке приступило лишь одно хозяйство Ярковского района. В правительстве области наградили победителей областного соревнования среди сельских поселений и среди владельцев ЛПХ, у которых лучшие показатели объема реализованной продукции. Это по итогам 2017 года. Третье место у Ленинского сельского поселения Аббатского района. Второе отдано Усовскому Сладковского. Ну и первое у Огневского Казанского района. Это среди сельских поселений, что касается ЛПХ. На третьем месте Марьям Бесимбаева из Викуловского района. На втором Арстан Каюпов, это у Поровский. И первое у Александра Калмакова из Заводоковского городского округа. Тем временем в Тюменской области открылась осенняя охота на пернатую дичь. Сельские хроники. Сезон осенней охоты продлится до 31 октября. Госохотуправление принимало и выдавало заявки в электронном виде. Благодаря современным технологиям обработано 46 тысяч заявлений на допуск в охотничьи угодья. Но некоторые недобросовестные любители пострелять не ограничили столько птицей. За вот эти два дня, первые дня у нас на открытии охоты, было 65 административных правонарушений и 7 уголовных дел. Уже начали ребята на охоту уже на копытную дичь. Нарушив все мыслимые и немыслимые правила и нормативы. Изъято 7 стволов оружия. В Бердюжском районе завершается ремонт водозаборной станции, которая снабжает райцентр. Работы начались еще в 2017-м, а в этом установили систему очистки стоимостью 5,5 миллионов рублей. Продолжается ремонт и на центральной котельной. В сентябре подключат новую водоочистную станцию в деревне Кушлук, а в Воробьево начнут работы по ее установке. Следующим шагом станет замена изношенных водоводов на территории муниципалитета. В 2019 году будут проведены определенные работы, в 2020 и так далее. Планомерно мы все равно попытаемся уйти от старых ветхих водопроводов путем частичной замены, путем полной замены участками, как будет получаться в зависимости от финансовой составляющей. У ишимских садоводов полным ходом идет подготовка к фестивалю «Осенний марафон», который пройдет 9 сентября. Местный виноград, бруснику, помидоры новых сортов представят на 20 городских площадках. Несмотря на короткое лето, садоводы собрали приличный урожай. На выставке «Дары осени» будут и сюрпризы. К примеру, посетители увидят мелотрию. Называется огурец африканский, который, в общем-то, используют в основном для засолки, потому как он не особенно вкусный. У него толстая кожица, кисловатая. Хотя его считают немножко и лекарственным растением, и богатым витамином С. В регионе впервые прошли профессиональные состязания среди зоотехников, селекционеров, ветврачей, гинекологов. Об этом мы говорили в прошлой программе «Сельская среда». Ну, а сегодня о конкурсе расскажет Рустем Бетляев, начальник управления по животноводству областного департамента АПК. Почему именно эти люди решили о себе заявить? Вот так открыто. Вы знаете, я бы иначе сказал. Впервые в Тюменской области соревнуются люди, которые ответственны за воспроизводство стада. И если эта единая команда не проникнута одной идеей, одними целями, то возникает конфликт интересов. По типу «ты мне не подготовил, она больная, а ты мне здоровую не сможешь осеменить, а ты мне не ту сперму привез». Ну, понимание было всегда, и в лучших хозяйствах так и работает. Почему этот конкурс и возник теперь на три единой основе? Мы единым коллективом работаем на общий результат высокие показатели воспроизводства стада. И здесь, наверное, даже уже нужны какие-то другие, другая мотивация, наверное, какая-то нужна уже, да, или подбор людей, или, возможно, даже обучение. Уже на стадии обучения людям нужно объяснять, что ты не просто ветеринар, гинеколог в будущем, допустим, а ты член одной большой команды, которая работает на воспроизводство стада и на экономику. Прийти к этому общему пониманию – это процесс. Он не единым днем, вот мы сейчас заявим, ребята, давайте работать общей командой, ура! А команды нет. А вот такого рода мероприятие, как конкурс профессионального мастерства в едином коллективе, да, на разных площадках, но под единую цель. Я думаю, это такой правильный шаг. Отсюда и появился первый конкурс, 37-му конкурсу техников по воспроизводству, первый конкурс врачей-гинекологов, первый конкурс за техников-селекционеров. Здесь люди, которые, я думаю, донесут, что данное мероприятие, а, интересно, б, полезно, бесспорно, и победители ждут достойные призы. Поэтому, думаю, как минимум удвоение поголовья в воспроизводстве, с одной стороны, и участников конкурса, с другой стороны, у нас на следующий год гарантировано. Компенсация ущерба, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятий, исчисляется десятками тысяч девятиграммовой стерляди. На Ярковской переправе за два дня выпустили 23 тысячи мальков. Предполагают, что выживет половина, часть осядет в Тоболе, ну а часть уплывет на север. Машина с ценным грузом паркуется у реки. На Ярковской переправе выпустят молоть стерляди, но сначала в бассейн с малышами заливают воду из Тобола. Это для того, чтобы выровнять воду, которую мы привезли, и с речной. Температура 17 градусов, так рыбешкам легче адаптироваться в новых условиях. В Тобол ушли 11 с лишним тысяч трехмесячных мальков стерляди весом 9 граммов. Выпуск во взрослую жизнь за счет предприятия «Транснефть». Прокладывая трубы по дну рек, оно нанесло вред природе. И это компенсация ущерба. Наша молоть, которую мы сейчас посадили, она уже взрослая. Но опять же, есть пресс хищников, щука может где-то цепануть ее. По нашим оценкам, это где-то еще половина выживет от того количества, которое мы посадили. Сейчас малыши будут нагуливать жирок, потом зимовка, затем весна, так лет 6-7. И это уже будет взрослая, половозрелая стерлядь. А вырастили этих мальков в тюменском рыбоводном цехе. Первая партия. Дома осталось совсем немного братьев и сестер-выпускников. Это будущие родители. Появились они на свет в мае. Росли, как на дрожжах. Раза в три быстрее, чем в дикой природе. Потому что условия идеальные. Температура воды до 21 градуса, корм питательный и вдоволь. А еще строгий режим. Минимальное освещение днем. Ночью вообще нет освещения. И кормим, включаем, немножко приучаем. То есть включаем свет, кормим. Включаем свет, допустим, чистим бассейны. И у нас рыба, нам по крайней мере так кажется, что лучше поедаемый из того же корма. Маточное поголовье рыбзавода 50 особей. В будущем оно вырастет до 1100. Тогда и численность мальков будет исчисляться уже сотнями тысяч. Было бы желание, а работа найдется. И возраст здесь не имеет значения. Так говорят в Ярковском центре занятости. Из 54 человек в возрасте до 59 лет. Трудоустроили 45. И то ли еще будет. Внешне в ее жизни мало что изменилось. Кабинет, компьютер. Нина Земерова, социальный работник на пенсии. Немного посидела дома и поняла, она не готова к отдыху, хоть и заслуженному. Благо у супруга предпринимателя место помощника вакантно. Только необходимо было пройти обучение, чтобы стать делопроизводителем. Те знания, которые нужны были мне дополнительно, просто здесь у нас в сельской местности получить довольно-таки сложно. Обратилась в центр занятости со своей просьбой научиться. Именно вот тем знаниям, которым мне нужны были. Центр занятости поставили меня на учет, откликнулись на мою просьбу и предложили поехать на учебу. Супруг Николай Земеров стал бизнесменом в 90-х, когда организация, где трудился механиком, развалилась, открыл СТО. Теперь у него три магазина в райцентре, через два года выходит на пенсию формально. Отдыхать не намерен, в бизнесе дел не в проворот. У него в штате шесть человек. Трое из них – люди пенсионного возраста. Я доверяю больше не молодежи, а больше таким людям, пожилым, более пожилого возраста. Как бы мне с ними надежнее работать. И с пониманием как-то у нас намного ближе. Доказывать ничего не надо. Мы понимаем, короче, друг друга. Тамара Столбова – профессиональный продавец, работала в Тюмени, переехала в Ярково, вышла на пенсию и сразу нашла работу у Николая Земерова. Скучно отдыхать, работать надо. И пенсия маленькая. Я бы еще поработала годика, два-три. И еще одна история. Наталья Симахина – сотрудница. Тоже, кстати, пенсионерка. Я устала сидеть дома и просто пришла в центр занятости, для того, чтобы они мне помогли трудоустроиться как пенсионерки. Я изучила новую программу «Катарсис». До этого я работала в САП-3. А сейчас вот… Не сложно было изучать вам новую программу? В принципе, нет. Очень интересная программа. Все дороги людей, кому плюс-минус 55, ведут в центр занятости. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова